Качество жизни через современное управление и взаимодействие с гражданами. Именно об этом говорили чиновники и эксперты на одной из дискуссий на инвестиционном форуме в Сочи. В этом общении участвовали и представители Красноярского края. В нашем регионе не понаслышке знают, что чем больше власть открыта, тем лучше. Не зря в Красноярском крае реализуется пилотный проект «Открытое правительство». От этого выигрывают как сами люди, так и власть. Открытость заключается во многом от вовлечения жителей в процессы выработки и принятие государственных решений до общественного контроля за их исполнением. Сегодня взаимодействие между властью и обществом в Красноярском крае реализуется по целому ряду направлений. Это взаимодействие и с региональной властью, это прямые встречи, это, конечно, целый набор всяких разных электронных сервисов. Это очень важно, мы этим очень дорожим. И через это мы вырабатываем наиболее оптимальные, наиболее приемлемые, а самое главное, поддержанные большинством нашего населения решения. Кроме этого, на форуме говорили о федеральных университетах. Эксперты уверены, что за ними будущее региона. Успешное развитие таких вузов приведет к переориентации высшего образования, к сокращению приема студентов на те направления, которые не востребованы экономикой, и к выпуску как раз таких специалистов, которые нужны в конкретной территории. Мне кажется, федеральные университеты должны быть локомотивами территории. Как раз это, на примере нашего Сибирского федерального университета, по-моему, только в одном месте реализовано. То есть это и образование, это и культура, это и наука. То есть это в хорошем смысле локомотив территории, который тянет за собой вперед, так сказать, все, что хорошее, можно реализовать в территории.